Приветствую всех, друзья! Рад видеть вас на моем YouTube-канале, несмотря на то, что я вас не вижу, но все равно рад, что вы там и смотрите это видео. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. Кто уже подписался, не отписывайтесь на мой канал. Впереди много всего интересного, и сегодня я хочу рассказать о своем недавнем опыте посещения практики випассана. Сейчас я нахожусь в Гималаях, собственно, в курточке я именно поэтому. Не то чтобы после випассаны меня немного подмораживает, нет? Шутка. Что такое випассана? Випассана – это учение всеми нами уважаемого товарища Будды, который когда-то, 2500 лет назад, жил на земле. И при помощи этой техники, этой практики випассаны, собственно, достиг своего полного просветления. Это учение он передавал от учителя к ученику, и так оно в первозданном виде дошло до наших времен. Практика випассаны помогает, во-первых, успокоить ум, который у нас постоянно блуждает, постоянно говорит нам какие-то мысли. Мы постоянно переживаем за прошлое, за будущее. И мы слушаем свой ум вместо того, чтобы руководить умом и говорить ему, что делать. Медитация давно научно признана как эффективная вещь для любого человека в продвинутых компаниях по всему миру, таких как Google. Давно уже работники с утра сначала медитируют для того, чтобы сконцентрироваться, для того, чтобы успокоить ум. Випассана – это 10-дневная безмолвная медитация, которая проходит по всему миру. Випассану есть 290 центров по всему миру, где преподают випассану. Был уже в Индии, приехал сюда путешествовать. Я заранее зарегистрировался на сайте, сайт dama.org. Там можно зарегистрироваться на випассану. В любом центре по всему миру я поехал в самый главный центр, в местечке Игатпури, недалеко от Мумбаи. Немного в горах, по ночам было там немного прохладно. С утреца на утренние медитации было весьма холодно. На утро я даже простудился. В общем, сел в аэропорту на такси, 2500 рублей, это примерно 2500 рублей, 100 километров ехать. Таксист довез меня неподалеку до других таксистов, по стандартной схеме одесской. Заплатил другому таксисту полторы, штукарь взял себе, и таксист за полторы повез меня дальше в Игатпури. Приехал в Игатпури, там вот этот центр, дама Гири называется. Все это вокруг буддийской пагоды, это такой буддийский храм. Сразу, значит, как приезжаешь первый же день вечером на лекции, тебе заявляют, что эта практика абсолютно не религиозна, не носит никакого религиозного характера. Уже на второй день лекции вечером начинается словами «Будда говорил». То есть абсолютно не религиозна. Собственно, Будда, когда жил в те времена, он пришел к выводу, что постичь великой мудрости и достичь просветления можно только, если ты сам на своем опыте это проживаешь. Наш глубокий ум, оказывается, связан с нашими телесными ощущениями. В каждый момент времени на нашем теле происходят какие-то ощущения. Где-то нам горячо, где-то нам холодно, где-то на теле у нас чешется. И вот о чем говорил Будда, он говорил о том, что нужно эти ощущения наблюдать и не реагировать. Потому что все наши страдания идут от того, что либо мы к чему-то привязываемся, к чему-то нас влечет, либо у нас к чему-то отвращение. Сказать, что эта практика была без страданий, я не могу, потому что было весьма много страданий. Паспорт у тебя забирают, ты заполняешь анкету, выдают квитанцию, дальше ты заполняешь еще одну анкету, тебя забирают в телефон. Суть этой практики в том, что ты 10 дней живешь как монах, ты не должен ни с кем связываться, ни с кем говорить. Ты принимаешь обид молчания на 10 дней, ты питаешься на пожертвования других студентов, которые были там до тебя. Ты не можешь ни читать, ты не можешь ни писать. Все, что ты можешь, это медитировать, есть, спать, мыться. Вот, в принципе, все. Ты можешь смотреть, но не во время медитации. Во время медитации ты должен быть с закрытыми глазами. Там нужно сдать все ценные вещи, все деньги. У меня с собой было много денег, поэтому я не стал их сдавать. Короче, ты можешь не сдавать. Я сдал только свой айфон, остальное все оставил при себе. Но, собственно, эту практику я проходил до себя, поэтому был честным в первую очередь самим собой. И поэтому не пользовался ни ноутбуком, ни деньгами, не читал, не писал, а просто созерцал себя. Тебе выдают ключик от номера. Номер это громко сказано. Собственно, я приехал туда после четырехзвездочной гостиницы, и тот номер, который мне выдали, весьма впечатлил меня. Тебе выдают такую веревочку с номерком. Мой номерок, как сейчас помню, был 207. Это для прачечной. Если у тебя есть грязные вещи, ты заворачиваешь свои вещи, завязываешь это в веревочке с номерком, приходишь в определенное место, кладешь на стол. Это значит, что тебе нужно постирать эти вещи. Все без слов, молча кладешь на стол. Заранее ты даешь 300 рупий депозит на стирку. Стирка одной вещи стоит 20 рупий. То есть этого депозита хватает, чтобы постирать 15 вещей. Потом на следующий день в другом месте на столике ты подходишь, лежат поглаженные, чистые вещи. Находишь свой номерок, свои вещи, забираешь их. Тоже все без слов, не спасибо, не пожалуйста. Это значит, что твои вещи теперь у тебя. Идешь к себе в комнатку и надеваешь их. Тебе выдают такую карточку. Ты пишешь, что твое имя, фамилия, номер твоей комнаты. Там отрывной талон, ты пишешь, что все то же самое. И в большом зале, в этом холле, где все медитировали, в свою ячейку, на которой ты сидишь, на такой квадратной подушке, ты вставляешь этот талончик в специальное отделение, чтобы если друг тебя нет на медитации, работники могли посмотреть, кто ты, где ты живешь, прийти к тебе и сказать, дорогой наш друг, пожалуйста, на медитацию. Они все время делают намасты. И вот если им что-то надо, или ты что-то не то делаешь, они всегда тебе говорят, мол, друг, пожалуйста, пожалуйста, очень просим, пройдите, медитируйте, вы за этим, собственно, приехали. Комнатушка мне, как иностранцу, повезло, потому что многим индусам дают большие комнаты на 10-20 человек, без удобств. Мне, как иностранцу, на которого рассчитывают, потому что он может нормально дать донейшн, дали отдельный номер с санузлом. Номер это громко сказано, это комнатушка 2х2, по типу камеры, где такая полка по типу шконки, приделана к стене, на которой лежит матрасик. 2х2 я это точно знаю, потому что я примерно 2, делать было нечего, я померил, лег так, лег так, ну, ровно 2х2. Рядом небольшой санузел, где есть унитаз, два ведра, два крана холодная и горячая, и, собственно, это все, что там есть. И ковшик. Горячую воду дают после завтрака, ровно час. Набираешь в ведро горячей воды, смешиваешь с холодной, делаешь два ведра теплой воды, и с ковшиком прекрасно моешься. Мне к этому было не привыкать, я вырос в коммунальной квартире, и там были и похуже времена, когда не то, что ты мылся с ковшиком, а когда ты мылся в комнате над тазиком. Значит, там ничего нет, ты должен с собой все привезти, мыло, полотенце. Оказалось, первые два дня вечером в таком молчаливом магазине ты можешь купить, что тебе нужно. Там мыло, шампунь, бритва. Просто показав это, дав деньги, забрав это, и имея это теперь у себя. Но полотенец там не было. Поэтому, когда мне выдали, слава богу, там выдают наволочку и простыню, я понял, что у меня нет полотенца, спросив, я понял, что у них тоже нет полотенца, и я взял две наволочки. Я взял две наволочки, пока никто не видел, я взял вторую, и расфорул ее, и это было мое полотенце. Вот так мне пришлось выходить из этой ситуации. Было примерно 400 человек в тот заезд. Это все проходит по типу пионерлагеря советского санатория, только там акцент на медитации. Не на спорте, ни на чем другом на медитации. 10 часов в день идет медитация. Я пришел, значит, в свой номер, застелил постель, переоделся, потому что я был в шортах, а нужно обязательно что-то ниже колена наделать в спортивные стены, и пошел как раз, начался ужин. Значит, все это время очень хорошо кормили. Захочет такая столовая, много столов, много стульев. Такие тарелки по типу такой разнос квадратный. Стоит стопка разноса, сверху полотенечко. Значит, ты протираешь свой разнос, достаешь, полотенечко кладешь на следующее и идешь. Такие стоят длинный стол, на нем разные блюда. В больших кастрюлях много приготовлено, потому что 400 человек. И с двух сторон вот эти тарелочки стоят. Люди берут тарелочку и идут вдоль стола, набирают себе еду с разных кастрюль. Тарелочка, в ней 5 вмятин, железная такая тарелочка, 5 вмятин, 3 круглые вмятины и 2 прямоугольные. Как бы для первого, для салата и для второго. Кормили очень хорошо, я уже говорил. Сразу я попал на ужин. Там была каша какая-то очень вкусная, по типу манной каши с овощами. Все, в отличие от индийской еды, в меру перченая, в меру со специями. Дали кусок папайи. В общем, я был счастлив. Дали чай с молоком. Как только мы поели, сразу сказали, что сейчас будет собрание. Я пошел на собрание. Большинство людей были индусы, где-то 390 человек. И человек 10 были иностранцы. Я и еще человек 9 иностранцев. Мы, значит, пошли в зал, где говорили на английском. Я английский понимаю уже лучше, говорю уже лучше, но, тем не менее, это далеко от идеала. Поэтому я что-то где-то понял. После этого нас повели в большой зал, где, собственно, 10 дней по 10 часов мы медитировали. Большой такой круглый зал. Все расчерчено на квадраты. В каждом квадрате лежит подушка. Собственно, тебе говорят, вот это, друг, твое место. Ты садишься в позу лотоса, либо в позу со скрещенными ногами, либо в другую любую позу, в которой тебе удобно сидеть. Так, чтобы у тебя была прямая спина. И ты был в сидячем положении. Вставляешь этот отрывной корешок в специальную ячейку. И сразу началась в первый день вечерняя медитация. Включаю, значит, буддистские песнопения этого учителя, всеми уважаемого, Гоенки. Учитель, который все эти центры создал и развивал эту випассану. Его уже нет в жизни, к сожалению. Перед тобой, как в каком-то фильме, сидят четыре учителя. Они, значит, в позе лотоса, на таких возвышенностях, они сидят и, мол, дают всем ресурс, чтобы помогать всем медитировать. Включается запись этого учителя Гоенки, где он какие-то песнопения поет, и начинается час тишины. Говорится, концентрируйтесь на дыхании, концентрируйтесь на дыхании, и ты сидишь, концентрируешься на дыхании. Очень тяжело концентрироваться на дыхании, когда вокруг тебя сидит 390 индусов, которые в тот момент, когда ты концентрируешься на дыхании, концентрируются на чихании и, я извиняюсь за выражение, рыгании. Видимо, у них в культуре так принято, для них это ничего страшного, они постоянно отрыгивают. Чихают и рыгают. Ты сидишь и концентрируешься на дыхании. Все время чихают и рыгают, им, видимо, никто не говорил, что некрасиво рыгать, но парадокс в том, что там им тоже никто не сказал, потому что нельзя было разговаривать. Такие у них могут быть, я подумал, чихательные, рыгательные войска. Представляете, на вас бежит 400 индусов, чихают и рыгают. Мне кажется, любой человек бы сдался. Впереди командир кичит в атаку, чихнуть, рыгнуть. Мне кажется, любой бы сдался. Когда дали келью, я думаю, ну, слава богу, святое место, теперь спокойно можно помедитировать, здесь никто не будет это делать, как тут в соседней комнате, просто в соседней келье. Я понял, что там закован в кандалы дракон просто, который пытается вырваться наружу из этой кельи. Я не знаю, может, это связано с тем, что женщины были отдельно, и типа между нами мужиками, ну, что стесняться, мы же такие есть, да. Ну, это в целом очень странно. Возле меня сидел индус, который, когда бы я не открыл глаза, всегда смотрел на меня, типа, ну, как тебе? Я всегда делал вид, что я его не замечаю, и продолжал медитировать. Значит, первый день ты концентрируешься на дыхании, второй день тебе дают нос, ты должен концентрироваться на участке вот здесь, вот этот треугольник, концентрироваться на носу и на дыхании. Третий день тебе дают вот этот маленький участок под носом, ты должен концентрироваться на вот этой вот верхней губе, на предмет ощущения. Ты должен вот весь свой ум направить сюда и чувствовать, что ты ощущаешь. Здесь жарко тебе, здесь холодно, может быть пот, может быть чешется. Это для того, чтобы заточить твой ум, чтобы он стал подвластным, чтобы ты его под себя загнал, взял командование и сказал, направляйся только сюда, потому что чем на более-менший кусок тела мы направляем свой ум, тем легче его обуздать, им обуздать. И начинаешь сидеть и ощущать ощущения. Ощущения поначалу уникальные ощущения, потом ум становится острее и начинаются какие-то ощущения. Все остальные семь дней, собственно, начинаются с Амавипасана. Ты начинаешь вот этим заточенным острым умом водить по всему телу в определенном порядке для того, чтобы ощущать, какие у тебя ощущения происходят на теле. По рукам, по ногам. Параллельно подсоединяя новые куски, тебе говорят в процессе обучения, какие именно. Ты водишь по телу вверх, вниз, вверх и вниз, вверх. Вот так ты час водишь. Между всеми часовыми медитациями где-то 5 минут перерыв. И можешь ни с кем разговаривать. В идеале ходить, опустив голову вниз, ни на кого не смотреть. Для меня это очень странно, потому что я в жизни очень такой приветливый человек, доброжелательный. И было странно выходить после медитации на улицу, прогуляться, размять ноги, попить воды и ни на кого не смотреть, как будто бы тебе эти люди что-то сделали. Один индус, который во время прогулок между медитациями, если он видел меня, он просто как вкопанный становился и смотрел. Типа, кто ты? Я как раз после пляжа был обгоревший, я сидел что-то в перерыве, обдирал кожу, и индус на меня так смотрел, типа, что с тобой? Они же не понимают, они смуглые. На самом деле это большой труд, большой труд. Это медитация, потому что в первый же день, через несколько часов, начинает жутко болеть спина, начинают жутко болеть ноги. Ты сидишь на этой своей подушке, как лягушка на сковородке, постоянно меняешь позу, не можешь сконцентрироваться, у тебя поток мыслей в голове. Зачем я сюда приехал? Надо купить ежедневник, у меня порвались носки. Как я тогда отдохнул в 10 лет в лагере? Почему со мной тогда не говорил этот человек? Зачем я уехал в это длительное путешествие? Все мысли, которые могут быть, сразу появляются в твоей голове, ты должен их усмирить. По поводу графика распорядка дня, подъем в 4, подъем в 4 утра, звучит гонг, но весь этот санаторий звучит гонг, это значит, что подъем, дорогой наш медитирующий друг, и сразу как сразу пошли звонари, по всей территории пошли звонари, с колокольчиками, по всем коридорам, и они звонят. Это значит, вставай, друг, скоро в 4.30 начинается медитация. Ты встаешь, умываешься, весьма прохладно, ты закутываешься в шарф, который индусы взяли с собой, потому что они знали, что будет прохладно, я приехал с Гоа, и не знал, что будет прохладно, поэтому я закутывался в одеяло, и идешь в этот медитационный зал, в 4.30 сидишься, и до 6.30 сидишь и концентрируешься на дыхании. 6.30 начинается завтрак, все этой большой гурьбой выходят оттуда и идут на завтрак побыстрее, потому что чем раньше в очереди будешь на завтрак, тем раньше ты позавтракаешь, чем раньше ты позавтракаешь, тем больше у тебя будет времени до 8, время, в которое ты можешь помыться и отдохнуть. Ты приходишь к себе в номер, в номер, сейчас ведра, 20 минут лежишь, офигеваю, что сейчас опять на медитацию, может быть тебе удастся заснуть, что скорее всего без 10.8 звучит гонг и звонари пошли по коридорам, мол, дорогой друг, пожалуйста, проходи на медитацию. Ты приходишь на медитацию с 8.00 до 9.00 медитация, это такая одна из главных, групповая медитация, там небольшой перерывчик, все заходят в туалет, большой туалет на 400 писсуаров, ходят в туалет, можешь попить водички, по всей территории стоят бюветики с водичкой, у тебя своя бутылка, ты набираешь, пьешь водичку, собираешься с мыслями и идешь опять на медитацию. Значит, с 9.00 до 10.00 еще одна медитация, первые 2 дня там были инструкции, потом медитация у себя в комнате, ты идешь к себе в комнату и медитируешь у себя в комнате. Как только я пошел к себе в комнату и начал медитировать, я слышал, как в соседней комнате, раздался храп другого медитирующего. Я подумал, отлично, что можно медитировать именно так. Короче, с часу до 5.00 был очень вообще страшный период, потому что 4 часа медитации с 5-минутными перерывами, ты просто выходишь в эти паузы, ты не можешь ничего, ты не хочешь медитировать, и звонит звонок, гонг, колокольчики, пожалуйста, пожалуйста, дорогой наш друг, заходи, ты же так издалека приехал, мы тебя так взяли. Помедитируешь еще в часе. Ты сидишь, медитируешь, а когда тебя уже загоняют этими колокольчиками внутрь, у тебя два варианта, либо просто сидеть, ничего не делать, либо сидеть, медитировать. Ты уже понимаешь, что я буду сидеть, ничего делать, я буду медитировать. Гоняешь это внимание по телу, в поисках ощущений, у тебя все тело в ощущениях, ты вот просто каким-то горячим потоком будешь вниз, вверх, вниз, вверх, отслеживаешь и не реагируешь. Каждый вечер проходит лекция, мне ставили на русском, у меня там был друг, ну как друг, мы не общались, но мы всегда вместе ходили в отдельный зал, мультиязыковой, где мне ставили на русском, ему ставили на фарсе, он из-за рана, мы выходили вместе с медитацией, даже не кивали друг к другу, просто переглядывались, типа пошли, пошли туда и слушали там эту лекцию. Каждый вечер говорили, что ты сюда не зря приехал, потратить это время с пользой, потом будешь жалеть, что ты здесь там спал или что-то еще делал, так что потратить с пользой. Каждый вечер, в какой бы день вечером ты не пришел без ног просто, как зомби, приходишь на эту лекцию, это один из самых кайфовых моментов дня, вот еда, отдых и лекция. Ты приходишь, потому что там можно опереться на стенку, тоже сидя на этой подушке, опираешься на стенку и слушаешь, где в самом начале тебе говорят, закончился пятый день или закончился шестой день. Осталось всего три дня, проведи эти три дня с пользой, медитируй как следует, не теряй время. Даже на девятый день говорили, остался всего один день, помедитируй хорошенько, все эти девять дней ты медитировал, сейчас последний рывок, медитируй как надо. В общем индусы чихают и рыгают, такое ощущение, что они чихают, это как они перезаряжают, чтобы опять рыгнуть можно было. Потом, когда разрешили говорить на десятый день, они перестали, что самое интересное рыгать, я подумал, может они таким образом как-то общались, типа, ты как там? И другой, нормально, ноги затекли. Только учителя не отрыгивали, я думал, какие прекрасные люди, пока один раз не проходил мимо учителя, и он как дал. Периодически учителя подзывают к себе маленькими группками, и я объясняла, типа, все ли в порядке, делай вот так, медитируй вот так. Сразу же в первый день вечером я уже попросил стульчик, говорю, дайте мне стульчик, мне болит спина, на что учитель сказал, еще слишком рано, ты всего сидишь семь часов, у тебя еще не разошлись суставы, станет легче, терпи, не концентрируйся на боли, концентрируйся на дыхании. На третий день я опять подошел, говорю, дайте стульчик, он говорит, я сейчас дам тебе ресурс, тебе станет легче, я говорю, нет, дайте мне лучше стульчик. Собственно, на третий день вечера мне наконец-то дали стульчик, и для меня это как бы и было моим просветлением. Может, индусы пришли на эту випассану, чтобы получить просветление и перестать рыгать, может, для них это такое просветление. В общем, когда на десятый день разрешили разговаривать, были невообразимые ощущения, невообразимые впечатления, мы сразу обернулись к соседям, друг к другу, начали здороваться, знакомиться, потому что мы 10 дней сидели рядом, мы не знали, как друг друга зовут, сразу же протянули друг другу руки. Стефан, Мишель, Юра из Киева, был один там чувак из России, из Питера, с которым я успел поговорить немножко перед началом, в нулевой день, когда мы только заселялись. Непонятные ощущения, потому что с кем разговаривать, что разговаривать по-английски и начал разговаривать со своим другом иранцем, типа, как дела, у него там за время випассаны надуло в ухо, и он ходил с больным ухом и тоже не спросишь, что с тобой, как дела, вижу, что просто чувак ходит больной, начали разговаривать и что-то я куда-то зашел, выхожу, осмотрю, все уже с телефонами, все уже отзванивают своим, там, все в порядке, и у меня была такая радость, такое ощущение радостное, как я не знаю, как будто меня из тюрьмы выпустили. Я туда, в эту очередь, за телефоном, у меня не взял с собой талончик, чтобы забрать свой телефон, за талончиком, туда за телефоном, очередь большая, я сразу отзваниваюсь с родным, жене, типа, все в порядке, меня выпустили, отсидел 10 лет, как будто бы, невообразимое ощущение, как будто бы у тебя другой голос, вот ты говоришь после 10 дней молчания, как будто другой голос. Всем привет, всем привет, друзья, только что закончился 10-дневный курс медитации випассана, это было здорово, 10 дней медитации, молчания, круто. Было бы лукавством, если бы я сказал, что вообще я 10 дней совершенно не разговаривал. Нет, можно было разговаривать, можно было задать вопрос, либо учителю, либо кому-то из администрации, если тебе что-то нужно. то есть, в день я говорил по фразе, в хороший день, в некоторые дни не говорил ничего, мог у себя там в комнате сказать какое-то слово, если бы мне хотелось, там я лежал и говорил, гусь, чисто проверить, работает ли или нет. Вот так вот речься на 10 дней от окружающего мира, остаться без телефона, без интернета, ни с кем не общаясь, это, я считаю, очень полезно, это какой-то нонсенс в наше время, почувствовать себя немного в тишине, потому что, как растениям нужно место, чтобы куда-то расти, если растение ограничено, по бокам оно вырастает вверх, если ограничено сверху, оно вырастает куда-то вниз и становится таким уродливым карликом, так людям нужно какое-то пространство тишины. Ты начинаешь по-другому смотреть на вещи, ты заглядываешь внутрь себя, у тебя как бы есть реальность вокруг, на которую ты смотришь все время, а тут ты оказываешься в себе, ты смотришь в себя и через призму своих телесных ощущений чувствуешь эту реальность как будто бы с другой стороны, у тебя появляется другое измерение. Очень круто. Главное потом пронести это дальше с собой и вот эти ощущения тела использовать в повседневной жизни. Они там об этом говорят на лекции, мол, когда вы стоите в очереди, куда-то идете, чувствуете дыхание, чувствуете ощущения на теле. В общем, друзья, ощущения нереальные. Всем советую проверить себя на прочность. Сколько ты готов остаться на 10 дней без связи с внешним миром, с собой, со своими мыслями, все расставивайся в голове. Понять, как ты приспособлен к условиям не слишком шикарным, мыться с ведра, есть с тарелки с выемками. Несмотря на то, что очень вкусная еда и спасибо большое организаторам. Это папайя, эти снеки, эти каши, это баклажаны с картошкой. До этого в Индии так вкусно не ел, как там. Давал в конце пожертвования, просто посчитал, сколько будет стоить вот каждый день есть три раза в день примерно, жить в комнатухе какой-то и вот столько и дал. 35 долларов. Шучу, шучу. В конце ты даешь пожертвования, идешь, никто тебя за уши не тянет, нет такого, что ты уже дал пожертвование, ну-ка иди. Хочешь, подходишь, хочешь, не подходишь, никто не проверяет, подходит к столику, они принимают карты, кэш, любую наличность, старую одежду. Платишь, тебе выдают чек, что ты заплатил, что это не пошло никому в карман. Обратно, когда мы вышли, когда на 11 день, 11 день после завтрака, мы все отлично позавтракали, был вкусный завтрак, такой чуть ли не праздничный, знаете, как в лагере, куда там выдают мороженое, только здесь там выдавали. Кир, это их кушанье, типа нашей рисовой каши с молоком, сладкое, только у них это супер кушанье. Но оно и у нас супер кушанье, но мы все детство это ели, не придавали этому значения. Я вышел оттуда, собрал свои вещи, снял на видео, как там все выглядит, попрощался с обезьянами, выхожу, думал взять такси, заказал себе в Мумбаи и гостиницу хорошую, чтобы там в бассейне откиснуть после всего этого. Такси оказалось в 4000 рупий, я подумал, ну как-то много. Выходил мой новый друг Муслим, свипассанный, говорит, я на поезд, я говорю, Муслим, дружище, я тут тебя ждал, я с тобой, потому что мне в Мумбаи гостиницу, он говорит, мне тоже в Мумбаи, мы сели в Тук-Тук, за 80 рупий нас довезли до вокзала, до станции. Мой друг Муслим купил мне билет безвозмездно, говорит, очень хороший человек, говорит, ты мой гость, ты в Индии, у меня на земле, я тебя довезу, все будет в порядке, не переживай. Купил билет, как себе, во второй класс, где куча индусов, свисают ноги сверху, чьи-то кроссовки, трансвеститы, просят деньги. В общем, может быть, до Випасны я бы никогда не поехал в таком вагоне, а тут я был рад, людям, я был рад этому поезду, этим продавцам огурцов на станции, которые просто режут огурцы на кусочки и на газетку тебе дают, мол, вот 10 рупий, ешь огурцы. Я кайфовал, улыбался, приехал в гостиницу и часа 3 у бассейна лежал просто на шезлонге, слушал музыку и улавливал каждое донувение ветра, каждую нотку этой музыки, был просто в таком кайфе неописуемом, что ну, я каждому советую. Всем, кто считает, что я больной на голову, что я сектант, куда я поехал, друзья, каждый развивается как он хочет, если вам это неинтересно, обходите это видео стороной, идите туда, куда вам интересно, ищите видео на другие темы. Этим видео я никого не призываю что-либо делать, я лишь делюсь опытом, как это было со мной, насколько это интересно произошло и что я могу посоветовать. Советую всем брать с собой на Випассану какие-то теплые носки, одежду ниже колена, штаны, футболки, не майки, брать с собой какую-то теплую кофту, брать с собой предметы и личной гигиены и обязательно берите полотенце, чтобы не воровать там наволочку и норовать ее на части и не делать из этого полотенца. Круто, в общем, я еду дальше. Удачи, друзья, мир прекрасен, полон счастья и любви. Подписывайтесь на мой канал, если вы считаете, что это видео может быть интересно кому-то другому, поделитесь в социальных сетях этим видео, ставьте лайки, впереди много интересного. Пока-пока! Надо отметить, что несмотря на все стереотипы бендусок, что они там грязные, вшивые, очень чистоплотные, все время они с полотенечком в душах, постоянно в прачечную свои вещички чуть ли не два раза в день сдавали. Всегда у них под любую футболочку маечка, усики чистые, нарядные, всегда носит собой такую тряпочку на свой платок, умываются, в нее уже вытираются, смаркаются, складывают. То есть всегда они были на высоте, вот только очихали и отрыгивали. А так, молодцы! Субтитры создавал DimaTorzok